Хорошо. Как сегодня самочувствие? Слава Богу. Какое там самочувствие? Вчера переезжали в деревню, переехали, натрясли по дороге эти камни там мои все прослесли, сейчас лежу, умираю. Ты написал, давай через 40 минут, а я только проснулся и мне надо 2-3 часа, чтобы отойти от сна. Засон каменеет все, лежишь же. Я, знаешь, людям, родственникам говорю, вчера с сестрой только разговаривал, лежишь и не ворочайся, хотя бы 2 часа попробую полежать. Она говорит, я чуть больше часа, говорит, выдержал и все, больше не смогла, как-то все отекает. И вот за ночь, понимаешь, тело настолько каменеет, деревенеет все. И мне пока раздышаться, пока... А где-то все через боли, это... Хоть бы я, господи, в денёчек отпуска за 16 лет хоть почувствовать, что такое безболие. Я забыл уже совсем, как это безболие быть, знаешь, существовать. Ужасно. Не приведи Господь, я говорю. Сколько вот молодых попадает вот эти... Господь знает, кому крест какой давать по силам. Не каждый может выдерживать. Ну, выдерживают, видишь, выдерживают немногие. Вот только за 15 лет, ну, практически с кем я общался, с такими парализованными, у которых руки, ноги, уже никого давно нету. Я не знаю, как. И вот, ты сейчас со мной же понимаешь, сезон начинается, да? Ну, а врачи, они говорят, что это бесполезно предупреждать кого-то, знаешь. Ну, молодой, чё там, кого-то и кому-то чего, как ты убедишь, он разбегается и прыгает. Эдик. Его зовут Эдик. Эдик зовут. Парши собрание спешных пориц. Это школа. Давай. Ну, ты горел, ты не едешь. Вообще, тыишь? Не, вы чё, совсем с ума сошьи, я ещё жить хочу. Не, это че, я вот тебе справа скажу, я отсюда не прыгну, мне это не надо. Не, мне право, да, не надо. Я уже не пойду, он бэмбэ отсюда не пойду. Правильно, забирай, забирай отсюда. Давай, бэмбэ, да. Я вам... Ты от 5 часов поправшину на пляж пойти. Или, 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 давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Еще один готов. Нет, ты что, на торе глотанула. Заулыбаться. Ребят, дай сигарету, пожалуйста. Да иди спасай людей. Да у меня нету. Сера, дай сигарету. Чтобы добраться до места трагедии бригадам спасателей и скорой помощи, нужно совсем немного времени. Водолазы сразу уходят под воду. Пока идут поиски с берега за их работой, наблюдают убитые горем друзья погибших. Ты верил? Я. И один из них. А кто остался там? Двое. 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 Молодые люди не могут рассказать в деталях, что же случилось на мосту. Они слишком напуганы и пьяны. Место, откуда упали два человека, показали прохожие, которые гуляли в это время по берегу. Падает плащмя полностью. Метров 10 плыла одна голова. Несколько минут, и у опоры моста находят первого человека. Вот. Ребят, сон. Ребят, сон. Ребят, сон. Передав тело врачам скорой помощи, спасатели отправляются на поиски второго. Бригада реаниматологов пытается оживить парня. Я ему говорил, чтобы не прыгать, он меня отоднул и нахрен меня послал. Жив, попухай, брат, дыши, пожалуйста, дыши, брат, дыши. Что тут дышать? Массаж сердца – искусственное дыхание. Вскоре врачи понимают – все уже бесполезно. Человек, влечь вода. Дай все воду, все, все, все. Друзья молодого человека не могут прийти в себя от такого известия. И вот новый удар. Из воды достают бездыханное тело второго товарища. Все. И в этом случае врачи бессильны. Сегодня немного живут, потому что их научились выхаживать. Леонид Емельевич, как часто к вам поступают пациенты с тяжелыми травмами позвоночника, шейного позвоночника? Вот как в случае с Сергеем неудачно попавшего рода? Ну, этих случаев очень много. Но в силу того, что я работаю в ведомственной больнице, сюда по скорой помощи могут попасть только железнодорожники или члены их семей. А вообще, каждое лето несколько десятков мальчишек, как правило, провожая выпускной вечер, проводя выпускной вечер, ныряют в знакомом в прошлом году месте, не понимая, что туда могло топляк принести или дно измениться. И, ударившись головой о дно, ломают шею. А в течение года это продолжается. Автоаварии, падение с высоты, криминал, переломы, вывихи позвоночника сопровождаются параличом конечностей. Таких больных точной статистики у меня в руках нет, но в время, когда я работал в областной больнице, их было порядка двух-трех сотен в год. А вот насколько серьезными могут быть последствия такого падения в воду? Очень серьезными. Я бы сказал, что это тяжелейшая травма, когда выключается связь головы и тела. Если это шейный отдел, то выключаются и руки, и ноги. Если это грудной отдел, то поврежден только ноги. Но человек остается парализованным, прикованным к постели иногда на всю жизнь. А вот в чем заключается Ваша помощь? И насколько вообще медики способны облегчить страдания больного? Есть очень неприятная данность. Если спиной мозг при этой травме поврежден, анатомически разорван, то помочь не может никто. Американский актер, который играл Супермена, пользуясь услугами своего миллионного состояния, и лучший в мире американской, как они считают, медицины, погиб через несколько лет, несмотря на операции и на все усилия. Помочь мы можем только в том случае, когда спиной мозг сдавлен. И помочь надо быстро, в первые сутки. Тогда можно освободить спиной мозг от сдавления разными путями, хирургическими, консервативными, но освободить от сдавления. Тогда появляется шанс на выздоровление. А вот какой совет он может дать молодым людям, готовым рисковать и прыгать сегодня с головы? Никакого. Это неисправимо. Молодые люди, нуждающиеся в адреналине, будут его все равно искать. Кто где. Кто-то здесь, кто-то в другом месте. Исправить это невозможно. Если человек хочет нырять в воду, он будет нырять в воду. Ну, может быть, перед тем, как нырять, попросить зайти и пощупать дно, поплавать хотя бы в этом месте. Но это же не круто. Круто подойти к незнакомому берегу и нырнуть. Мы видим, как на Западе такого больного, независимо от диагноза, одевают специальный шейный воротник, потому что травма может произойти. Я с грустью вспоминаю много-много лет назад нырнувшего в водоем пациента, посадили в коляску мотоцикла и привезли ко мне в областную больницу. Пока он ехал и голова совершала всякие движения, его парализовало, хотя паралича не было, когда он вылез из воды. И в дальнейшем он погиб из-за неправильной транспортировки. Все это знает современная скорая помощь. Если такого больного быстро доставить в стационар, шансы на спасение появляются. А если это делать некачественно, то, соответственно, исчезает. Но все-таки вернусь к истории с Сергеем Козловым. История такая, что у Сергея в результате травмы парализованы пять шейных позвонков, начиная с третьего по седьмой. Ну, позвонки, простите, не парализуются. Парализуются руки, ноги, повреждены. Повреждены, да, прошу прощения, ноги, а не медик. Тем не менее, при этом Сергей не только живет, он еще и творит, он делает иконы. Вот с точки зрения медицины, насколько эта история типична? Нетипичная история, потому что большинство наших пациентов, к сожалению, остаются прикованными к постели и безинициативными. Это должна быть, как мы это называем, приморбит, то есть до болезни что было. Волевой человек найдет себя и в этой ситуации. Очень редки, но бывают случаи даже суицида у этих ребят, потому что он лишен возможностей всего. Он не может сам себя обслужить, не может ни покормить, ни ничего. Но есть такое слово замещение. И эти ребята, не умея владеть, скажем, рукой, все равно какое-то крохотное оставшееся движение оттачивают до такого ювелирного состояния, что они могут и рисовать, и писать. Мы не видим этого всего. Это все мимо нас проходит, знаешь, в больнице до больницы. А это заходишь, вот это, ну, черепно-мозговые травмы. Это, я не знаю, это вряд ли кто-то выдержит. Угорщицы, потом нянечки, вот эти, каждую неделю меняются. Приходит человек, вот смотрит на это, он не выдерживает, у него психика, психика просто не выдерживает. Какие страдания, мучения. Вот священник один приходил ко мне, он говорит, я не могу, я не могу здесь находиться. Ну, там, как она, ауру называют, к миру, знаешь, вот это вот, оно просто тебя раздавливает. Вот этот бой, смерть. Лежал я в этой палате интенсивной терапии. Ну, то есть там, в эту палату привозят таких вот, только после травм. А травмы какие-то, только и под поезд попадают люди, и чего-то такого нету. И вот привозят, лежишь, и рядом с тобой поставят его, понимаешь, он лежит вот в этих конвульсиях, умирает вот рядом с тобой. У меня друг, одноклассник, одноклассник, вот, прыгнул тоже в речку, и головой, видимо, ударился, и не всплыл, утонул, потом нашли в реке. Ну, таких вот тонут, конечно, сразу на месте умирают, которых не откачивают, процентов 70, наверное. То есть, ну, это не просто так, человек, допустим, бодрюк, вдохнул, откачать очень серьезная штука. Вот. А меня откачивали, ну, я не знаю, кто как говорит, минут 15, может, 20, может, 25. Ну, это 5 минут, 3-5 минут дается вообще на то, чтобы откачать человека. Ну, и то, как это профессионал должен делать. Они меня, ну, вот, я не знаю, только ногами, наверное, вверх, а может, и поднимали вверх ногами, вот, тряхивали из меня этот воздух. Вот. Там и били, и по груди, и по спине били. Ну, ты не чувствовал, да, ничего этого? Да, какой я мертвый был. Ну, ты остановил из сердца, ну, там, в русине. Дело в том, что ты понимаешь, Господь-то вот это вот, там одна бегает, ну, родственница моя, она бегает по берегу, а мы одни на этой реке, там, дикие совершенно места. Она бегает, помогите, орёт, у неё паника вот такая, знаешь, а там одна женщина, и вот её муж этот, а они понимают, что Господь вложил вот такой, ну, казалось бы, ну, мёртвый, ну, синий, чего его трепать-то, да? Отойдите и рыдайте, стойте. Почему же они с таким усердием вот измывались над этим телом, и всё-таки, видишь, как за их усердие, видимо, Господь наградил их вот так, вот таким вот, что вытряхнули эту воду. А вот вера, ты понимаешь, в людях вера, опять же, откуда это от Господа, или в них вот такая была сила, это далеко не каждому дано. Врачи даже вот, которые имеют опыт, они, ну, делают, у них есть пять минут, там, какой-то распорядок, да, делают, оживляют человека, потом они отходят. Ты скажи, что у тебя-то нагорело, наболело? Нагорело, наболело, да, смотрю, смотрю интернет, общаюсь и вижу, что много христиан идут по наклонной. Ну, видимо, сейчас тоже времена уже такие подходят, мир с ума сходит, и Лукавый начинает всё активнее. Даже вот я разговаривала с духовником, с матушкой, и вот они говорили во время Великого Поста, отец Фома сёстром говорил, что в этот пост духовно он чувствовал, что было очень тяжело. И вот хотела бы начать, прочитать такой небольшой отрывок про одного монаха. Это рассказ, но я нашла его в статье про прелесть, но это рассказ. Откуда рассказ, я не знаю, но, скорее всего, с Макарией Великий. Один инок стал пересуждать духовников и старцев, и стал как бы разбираться в них, и стал говорить, и тот нехорош, и другой нехорош, и что только один старец Зосима является настоящим старцем. Так зарождалась в его душе гордость и прелесть. Через некоторое время он стал говорить, что у Зосимы есть недостатки, и только один Макарий является достойным старцем. Прошло некоторое время, и прелесть стала пускать ростки, и стал говорить, что такое Макарий. Только святитель Василий Великий и Иоанн Златоуст являются достойными. Еще дальше стала возрастать прелесть, и Иоанн возгордился, стал против святителей вселенских, против апостолов Петра и Павла. Прошло еще некоторое время, и Иоанн стал говорить, что только один Бог является свят. Наконец, Иоанн возгордился и против Бога, и сошел с ума. И ты знаешь, когда я это прочитала, я как протрезвела, потому что, вот кажется, рассказ давно был с каким-то монахом, сотни лет назад, да? А система одна и та же. Что две тысячи лет назад, что сейчас, когда люди идут к Богу, да, по заповедям Христа, пытаясь по пути Христа идти, лукавые начинают вот с ними работать. По одной и той же системе. Вот гордость наша, да? Хочу привести пример, почему вот этот рассказ, он у меня очень зацепил, потому что я увидела, что в наши времена происходит все то же самое. На примере одного общего с тобой знакомого. Ну, не буду называть имена, но как бы ты поймешь, о ком я. Ты смотришь его, продолжаешь смотреть, да? Ты знаешь, так как у меня остался, да, я иногда смотрю, но смотрю, знаешь почему? Не потому, что там мне интересно то, что происходит, да, а в плане я... Анализа, да? Да, в плане анализа, потому что я вижу, что, ну, происходит то же самое, что с вот этим вот монахом. И начиналось все как хорошо, да, вот вроде православный человек, и было стремление и самому возрасти, и людей просветить, так сказать, да? Ведь записывал «Жития святых». И потом начал, я потом только анализирую, я поняла, начал выборочно. То есть вот этот святой, он не святой, вот этот лучше всего вот эти вот эти, они святые, только их нужно читать. Потом, через некоторое время, это всего лишь люди, они не святые, и кто знает вообще, были ли они на самом деле, только Евангелие и апостолы. Через некоторое время он говорит, что и апостолы тоже, это всего лишь люди, и может быть, где-то там что-то они не так сказали, и ошиблись. Не надо смотреть на апостолов, нужно читать только Святой Евангелие. Через некоторое время он говорит, что Святой Евангелие, оно тоже может быть ошибочно, ведь писали люди. И в конце, еще что, что Бог — это не святая Троица, а только Иисус Христос, то есть начинается, ну, а, наверное, потом уже дойдет до того, что и Бог нам не указ, и мы сами люди как Боги. Я была в шоке, потому что программа одна и та же, что раньше, что сейчас, наша гордость, она нас моментально, не только вниз там, ладно, еще откуда мы поднимались упасть, а она же еще ниже опускает нас. Знаешь, как я тебе еще хочу сказать? Я, впрочем, в духе одном, я вот последние две недели сама об этом, и причем хотел сделать, как бы, такой график, вот падение человека, вот чисто проанализировать, как, ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да? И вот смотри, это не просто гордость, это самость, это человеческая самость. Казалось бы, человек, да, мы стремимся, ну, изобретательный ум у нас такой, мы по образу и подобию Господа созданы, творцами мы созданы, то есть Господь нас сделал таким, нам хочется постоянно что-то новое творить, понимаешь? И вот, а человек, когда он особо не озабочен, ничего, видишь, семьи нет у него, у человека, ему заниматься, ему некуда, любовь свою вкладывать, знаешь, конечно же он будет, тем более имея вот такой гибкий ум, он будет, конечно, стремиться к изобретению. Вот подобие как раз и друг его, Евгений Девятьяр, вот как раз, можно сказать, этапный, то есть дальше уже за этим дороги нет, это уже пропасть, в которой он летит. Вот Дмитрий подходит сейчас к этой пропасти, ему остался один шаг, и страшно, но на самом деле, я вот с мужем разговариваю, рассказываю ему все, и это же для нас назидательно, потому что, ну, никто не застрахован. Например, когда мы с мужем разговариваем, вот он говорит, я хороший человек, ну, я же хороший человек, говорю, смотри, ты думаешь о себе, что ты хороший человек, и ты не видишь в себе грехи свои, ты не анализируешь, ты не каешься, получается, в них, ну, я же ничего плохого не делаю, как и большинство людей, они себе думают о себе. То есть, вот эта вот самость, я, я думать, вот я же делала что-то хорошее, вот возноситься этим, и со мной бывает такое, но, видя все это происходящее вокруг, слава Богу, отрезвляешься, осознаешь. Это, конечно, наверное, опыт такой горький, потому что люди, с которыми это все происходит, их жалко, и даже страшно за них. Дай Бог, если они поднимутся, осознаются, Господь им откроет, а если нет, конечно, страшно, потому что, в принципе, это неплохой человек, и мог бы. Видишь, вот они попирают православие, ну я имею в виду, возьмем православие, такое, не веру православную, а учение, православное учение вместе с канонами, с прочими там барьерами, которые установили, видишь, а это именно те рамки, за которые нельзя выходить. Ну что, глупее нас, что ли, люди раньше были, или вот люди, которые непосредственно имели общение с Господом в Духе Святом, да, конечно, они понимали прекрасно, и исследовали, причем это происходило, не один десяток лет, а столетиями, нарабатывалось, выстраивались вот эти стены, за которые нельзя выходить. И я по себе, я когда вот рассказывала, да, в прошлой с тобой беседе, что когда я в Ливан переехала жить, я не была верующей, я была крещённая в 19 лет, ну, совершенно далека от Бога, от церкви, от всего, я ничего не знала, ни про церковь, ни про православие, ничего. А здесь большинство, ну, католицизм, протестантизм и православие, но в меньшем количестве, по проценту. У нас же антиохийская вот церковь, да, мы называем её антиохийская церковь, то есть это первая церковь, созданная апостолами в Сирии, в Ливане. И я разговаривала в монастыре, мне сестра говорила, что они хотят, чтобы ещё стала греческой, греческой церквью, здесь вот в Ливане, антиохийской церкви, чтобы они подчинились как бы греческому патриарху. То есть идёт борьба между православными, христианами внутри. Но видишь, как уже церковь против церкви. То есть они хотят, чтобы антиохийская церковь перестала быть антиохийской, чтобы она подчинилась греческому патриарху. Даже тоже к чему-то всё ведётся. Да, это сейчас эти разделения в Украине видишь, и сам президент сейчас просил отделение тоже. Ну, по всём идёт. И между церквями, даже православными, христианами, вот сейчас, например, в Ливане, просто произошла такая история, что один мужской монастырь, очень такой, ну, сильный мужской монастырь, игумена послали на Афон. То есть перевели на Афон, судили его церковный суд, там какой-то ему приписывают грех, как бы, правда-неправда мы не знаем, но вот его перевели на Афон. И его духовные сыновья стали возмущаться и пошли сейчас против вот монастырь, куда я являюсь, духовной дочерью отца Фомы, который с тобой, тоже удивительно такое, да, случай, что они тебя нашли по интернету, с тобой вот переписались, я очень была удивлена, когда мне сестра сказала, я говорю, я знаю, Сергей, я говорю, допиши его, очень, да, тоже Господь такие пути его. И так как отец Фома, он был одним из заседателей, вот сюда, видимо, что-то такое вот, и они сейчас приходят и какие-то проблемы создают монастырю, то есть православные, между православными, просто вот один монастырь и другой монастырь, вот как лукавый управляет умами людей, да, даже православные, как он против друг друга настраивает, все это так явно видно. в мире идет сегодня не только в церкви, мир делится пополам, то есть как Господь говорит, поставлю одних по левую, а других по правую сторону, ведь не то, что произойдет суд, и там действительно одна толпа народа станет с одной стороны, другая с другой, места уже определяются, видишь, уже при жизни нашей, вот, и, конечно, это и в миру, и в церкви происходит очень видимым образом. даже вот люди, понимаешь, с людьми неверующими, они, понимаешь, уже даже определение каким-то вот людям, к примеру, знаешь, ну, за границей такого нет, а в России, конечно, приезжают на матушку-природу, там, приводят с собой, оставляют себя по барахлам на природе, вот, и вот эти уже как бы восстают против этих, то есть, ну, культурные люди, против, вот таких, быдло, они их называют, да, это быдло, это быдло, то есть, уже яркое разделение, или, знаешь, как бопники называют, да, это бопник, они в миру, и то уже такое яркое, такого не было никогда, я вот вижу, как это все процветает, очень ярко, и в церкви происходят, опять же, люди, которые сегодня утешаются в обрядовом православии, люди, которые стоят за Дух Святой, то есть, открыт, живого Господа, между ними сегодня идет война, а уж территории, что там, территории, они, конечно, будут делиться, сатана идет в мир, и он, как написано, восяет в храме и назовет себя Богом, в каком храме он восяет, храмов-то нет, кроме православных, дуиски храму не считаются, поэтому ему надо войти туда, он сегодня готовит себе подступы. Ждут с одной стороны из Израиля, да, что там, храм Соломона, возможно, появится вообще это, где не ждать. Он найдет с другой стороны, чтобы, это же, видишь, нам сейчас пророков поразилось, о, кошмар, и кто, кто, что, кто, что, не пойми, кого, чего слушать, вот, а он-то, ну, сатана, кто такой сатана, это же великий разум, много, сколько тысяч лет ему, ты представляешь, у него опыт какой, вот, хотя он и не изобретательный, но опыт он имеет, а развращать умы очень хорошо, и что же он сегодня, о, мы там чипы не примем, да что же, он даст тебе свое понимание того, как он придет, что ли, конечно, он придет с той стороны, откуда его не ждут, это же тактика, стратегия, это разрабатывается в любом наступательном движении, там, да, всегда, всегда эти карты рассматриваются, конечно, он бросает вот это сейчас в народ, вот эту информацию, которая отвлечет народ, и зайдет он с той стороны, откуда его не ждут, и ждут царя сейчас, я говорю, дождетесь, вот царя своего, да, так и есть, ну так и есть, если сколько лет, сотни, да, лет назад, говорил, что придет антихрист с России, да, что те, кто ждут царя, ну, эти оптинские старцы пророчествовали, вот, и Игнатий Брянщининов говорил, что Россия может, он говорит, и должна стать орудием именно прихода антихриста, ну, а где, если не в России, подготовлен этот путь? Очень видно, очень видно, как, на самом деле, тонко, умно сейчас вот идет подготовка именно в России, потому что, смотри, как патриотизм, с одной стороны, ложный патриотизм, в России сейчас пропагандируется, да, вот как вот Путин, люди там, за Путина, ладно, как бы я не, мне ничего против, потому что я сама за Путина голосовала, здесь, ладно, но дело в том, что, но он же ложный этот патриотизм, потому что, когда я приезжаю, по крайней мере, там к себе, в Сибирь, я вижу, что люди, ну, если им дай волю, они друг друга тут же решат, так сказать, где вот эта вот любовь такая, там, Россия, мы там, едины, не видно ее, нету ее, а это все создается какими-то вот, знаешь, как программу дают, да, люди там, у, глаза там, побежали, да, мы там, патриоты, а дадут какую-то другую программу, они друг на друга побегут, зомбирование идет. Ну, человеку всегда, ему нужна какая-то идея, у человека, если, знаешь, если христианин, он живет идеей царствия небесные, которые ему Господь оставил, да, то есть, человек живет и, как бы, на дальнейшие планы рассчитывает, то и мирскому человеку, потому что устроены все одинаковые, мирскому человеку нужна какая-то идея на будущее, то есть, он думает о своих детях, о своих внуках, а что будет с моей страной, куда я отдам своих детей, и, конечно же, вот эту вот идею, ее прививают искусственно, видишь, а что, человеку нравится, мы супернация, мы суперлюди, мы скоро все, все придумаем, всех победим, мы будем выше всех летать, громче всех петь. Так и есть, особенно, когда новости смотришь, раньше я была, да, Россия, потому что в Ливане очень любят Путина и русских, и, а потом я стала замечать, ну, почему постоянно, что вот, любой канал взять, русский, что вот, Россия, там, мы самые лучшие, да, вот, мы боремся за правду, нас все обвиняют, а мы такие вот, единственные, кто спасает мир, мы, я думаю, ну, хорошо, может, наверное, так оно и есть, но с другой стороны, они как будто выискивают такие новости, хорошо возьми, выискивают новости, чтобы, знаешь, вот, Америка, вот, давайте посмеемся над Америкой, вот, какой там глупый, там, Трамп, еще кто-то, вот, что-то такое-то сделал, вот, какие они там, а мы такие хорошие, и все вот, настроено именно вот на это зомбирование, наверное же, это тоже не просто так. Ну, по-хорошему, если разумно, допустим, подойти к этой теме, да, вот, зачем, если вы хотите примирения, ну, в первую очередь, ну, ладно, пусть, вы говорите, что Украина не хочет примирения, давайте, давайте, допустим, да, но если вы хотите примирения, вы ищите пути примирения, зачем вы ищите информацию, которая только отдаляет вас друг от друга, вы ищите вот эти, вы говорите о Украине, какая она хорошая, понимаешь, и тем самым вы людей привлечете к себе, ведь это же путь простой такой, Господь нам заповеди оставил, да, допустим, не отвечайте злом на зло, ведь это просто, это просто очень, они может быть, ну, не знаю, как зомбированные, не зомбированные, ну, конечно, зомбированные, вот, это вот именно настоящие такие, они, они политологи, да, они за, за Родину, и, конечно же, она вот эта информационная война, которой они готовились, учились, они же учились воевать, понимаешь, вот эти корреспонденты, репортеры все, они для этого на это и заточены, и по-другому, они мыслить не могут совершенно, если ты им скажешь, ну, давайте, ты ищи информацию для примирения, а он скажет, я тогда хлеб свой потеряю, я денег не заработаю, конечно, чем больше он информации найдет, такой вот противоречивой, тем ему заплатят лучше, я же говорю, жить, это только вот бедные люди, вот с детьми, с маленькими, знаешь, вот смотришь, господи, куда же вы их отдавать-то будете, что с ними будет, ведь из них роботов сделают, они же изуродуют детей, и только молиться, вот знаешь, ну, афонские старцы раньше говорили, то, что не приведи Господь, вот тогда жить до этих времен, ну, ладно, самому ты один там, да, можно куда-то найти какие-то пути, отходы один, но когда у тебя жена, там, дети, все это, ой, что, я не знаю, как жить, тут сам не знаешь, что на этой койке лежу, я, господи, я не могу, ну, если только взять интернет этот, выбросить, вообще никуда не смотреть, понимаешь, вот так вот, в своих вот этих, ну, в своем миру жить, знаешь, молиться, и все, ни о чем не знать, тогда, может быть, я не знаю, легче будет, а не знать, опять же, как не знать, это невозможно, то, ну, по крайней мере, я, может, сегодня дорос духовно, для того, чтобы, вот так, хочется помочь всем, хочется что-то сделать, хочется что-то, знаешь, как-то, ну, и все равно, я вот смотрю, очень много людей, которые стараются что-то делать, понимаешь, ну, как, или стараются, и делают тоже, в том же интернете, вот мы говорим, когда на эти темы, это, это уже, это уже большой плюс, вот, потому что мы за правду, мы ищем правду, вот, а меня вот перевозили люди, да, ну, начинаю с ними разговаривать по поводу, начали по поводу технологий и нравственности людей, вот, такой вопрос, и она мне говорит, да ну, а что тут, они технологии и нравственности идут совершенно параллельно, они не пересекаются, я говорю, да как же она, это же все сплетено, в такую, в косу, тугую, вот эти технологии, они изуродовали людей полностью, то есть, ты посмотри, сейчас молодежь, она мозгами совершенно не думает, все вот в этих телефонах сидят, там, с руками, с ногами туда, когда ладят, ловят совсем, люди, и общения не имеют совершенно никакого, я на себе это испытала, вот, когда сын у меня родился, ну, уже было это все развито, айпады, все это, и, конечно же, чтобы мне там чем-то, ну, заниматься своими делами, конечно, как там, сейчас все мамаши делают, я там в сумму, что-то смотри, и это были потом побочные эффекты, что вот у меня сын замкнулся, он у меня, мы ходили к локопеду, мы ходили психомоторика, занимались, то есть, ему чуть ли не аутизм там поставили изначально, он у меня до трех лет не разговаривал, я думаю, что это Господь, опять же, сейчас, в принципе, он у меня учится, наверное, один из лучших в школе, у нас с трех лет школа здесь, в своем классе я имею в виду, что его очень хвалят, очень умный, развитый мальчик, гном. Но он разговаривать не хотел, да? Нет, не хотел, на контакт не хотел идти, он был замкнутый в себе, он там встроил истерики, ну, как вот аутизмы, аутисты, дело только, они говорили, может быть, ну, 5 процентов, к примеру, аутизма, и все вот это вот технологии, потом я начала искать, есть такой доктор Комаровский, на Украине, и вот он говорил, что в Америке это очень распространено сейчас среди детей, это как-то называется, диагноз, потому что вот мы вот эти технологии даем, ребенок, он смотрит на картинку, а мышление у него восстанавливается, он только смотрит на картинку, мы-то думаем, это развивает, какие-то там развивающие мультики, нет, надо именно общение, человеческое, реальное общение с ребенком, а вот сейчас и у меня, у моей подруги, у моей соседки, потом я еще встретила здесь русских девочек, две, у которых тот же самый диагноз, у ребенка, я спрашиваю, смотрел этот iPad, наверное, с детства, да, у всех, одно и то же, под копирку, поведение, как вот, что говорят врачи, какой диагноз ставят, это же тоже все от лукавого. Мышление, объемное мышление, то есть человек, который нормально развивается, он как бы, это можно представить, его мысли, как в кубе они находятся, то есть они вот, как бы такие, со всех сторон их можно смотреть, вот это мышление, да, а когда человек, он просто смотрит, это находится в плоскости, вот это, ну, как бы, матрица мышления, то есть человек посмотрел, и тут же он забыл, он другую вещь смотрит, потому что та не отложилась у него, а не откладывается еще, по какой причине, что человек к себе говорит, а зачем мне это надо, в любой момент я открою этот гаджет свой, и посмотрю, то есть мне память, незачем включать. Можно даже заметить, что дети, они перепрыгивают, они не досматривают до конца, им нравится вот это вот, новые, 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 они переключают, переключают там мультики, то есть им неинтересно, о чем, им нужна только картинка, чем более там, наверное, ярче, красочно, не знаю, страшно, да, поэтому, ах, то же самое, то же самое происходит и со взрослым человеком, вот взрослый человек, на что дух его, дух его расположен, да, допустим, антипутинцы какие-то, даже называются православные, верующие там, вот понимаешь, он человек сидит, он с утра, ну, свободное время есть, а у кого-то его много свободных, вот он сидит, они смотрят вот эти передачи, понимаешь, что, где Путина там показывают, у меня вот одноклассники там, сейчас есть такие люди, я смотрю, он каждый день какие-то картинки выставляет, там, где, ну, Путина таким злодеем представляет, подписывает, там, или ролики какие-то о нем, его душа, конечно, она раскрыта не на приятие божественных там сокровений, каких-то тайн, и у каждого, свое, у каждого свое, есть вот одна, вот оно православие сейчас возьмет, они же сектанты, правильно, правду говорят, а что у вас православие, к вам придешь, у вас там тоже все на эти, на секты разбиты, ну, действительно, посмотри, сейчас у каждого своё православие, каждый друг друг сектант, понимаешь, ты сектант, ой, ты сектант, ты понимаешь, на меня уже там, это лапкинец, ты сектант, а чем ты там говоришь? Сектанты, да, а что, а приходится разбиваться на секту, ну а как мы, допустим, как мы вместе, если у нас идеология совершенно другая, вы ждете царя какого-то непонятного, но я не могу с вами ждать его, у меня совершенно другая вера, у меня один царь, я его жду, понимаешь, я не могу с вами быть, вот, потому что, ну кто знает, тут понимаешь, тут, если окунаться вот в эти, ну, как бы, в их, вот эти, как бы, ожидания, да, то можно этим заразиться, я причем уже столкнулся с этим, мне казалось, да ты чё, чтобы меня отверт, мои отвертели, да никто вообще меня, я как камень, меня не сдвинул, чё он мне, Господь, показал, понимаешь, в прошлом году-то у меня эти ролики состоятся с сектантами всевозможными, не то что сектантами, а отступниками такими, и отступниками, и вот эти вот, ну как их называют, одиночки такие, знаешь, вот, и ты, ты знаешь, какая у них там вера, у них и вера, и пророчество есть, они его тащат за собой, хвостом, только одним хвостом, маком за собой сотни увлекают, поэтому от веры отойти очень легко, Господь ей говорит, когда приду, найду ли веру на земле, он найдет ее, но очень в отдельных людях. Ты знаешь, я же тоже металась долго, потому что под влиянием, вот смотришь, ищешь, вроде как бы ищешь, да, но туда-туда посмотришь и думаешь, а вдруг вот эта истина, а вдруг вот так, а вдруг не так, потому что, да, в православии как бы тоже сейчас нет такого единства, чтобы вот, ааа, я вот сразу была так утверждена, нет, у меня было долго метание и поиски, но я молилась, я молилась, я просила, чтобы Господь меня послал именно вот такое укрепление, и Господь меня послал тоже чудесным образом, вообще не собиралась ехать в этот монастырь, я не знала, что есть такой монастырь, но так далеко находится от нас, ну как бы не было такого, у меня интереса туда поехать, а получилось, что вот у меня есть знакомый монах, русский на Афоне, получается два монастыря на территории, на одной территории, женский и мужской, и мужской монастырь Силана Афонского, то есть нашего святого, и он меня попросил туда съездить, чтобы я у игумена спросила, возможно ли, что он может приехать на какое-то время, побыть в монастыре, и я поехала по его просьбе, он через меня попросил передать, икону, которую нарисовали на святой горе Афон, Силана Афонского, чтобы я, он на мое имя прислал сюда в Ливан, а я передала монастырь, вот я, значит, приехала, передала икону, получилось, что в следующее воскресенье был день памяти Силана Афонского, нас пригласили прийти, и вот мы пришли, потом на службу, потом остались на обед, и как-то вот мы стали общаться, мы стали туда ездить, я сразу поняла, что вот этот отец, Фома, Матушка Мария, что вот я хочу быть с ними, хочу быть одной семьёй с ними, и они меня сразу приняли, и как бы мы сейчас очень близки, слава Богу, и когда я, я ведь что хотела сказать, когда я приобрела эту духовную семью, для меня тогда открылось, что такое православие, я впервые в жизни увидела истинное православие, да, оно и смысл этого всего, любовь, вот туда приходишь, ты не хочешь ходить, ты чувствуешь, ты знаешь и понимаешь, и видишь, как все тебя там любят, принимают настоящей христианской любовью, ни там ради приличия, ни лицемерия, а настоящая любовь. Тогда вот у меня именно было открыто, моему духу, что православие, держись за православие, не всё, всё, не надо ничего искать, не надо имитаться, я поняла, ну вот оно, это всё, может быть, не скажешь словами, но вот духом это всё понимаешь. Слава Богу, конечно, слава Богу, потому что я не знаю, если бы, если бы я туда не приехала, если бы мне не открылось всё это, как бы, может быть, я и куда-то и в секту потом пошла, в конце концов, потому что у меня друзья протестанты, я поговорила тогда, да, что вот, ну, как бы, близкие друзья протестанты, да, вроде у них тоже любовь, и они всех любят и помогают и всё, но один раз, Серёж, я была на завтраке, русские девочки, она пригласила, моя подружка, мы завтракали у неё, и её муж решил с нами, ну, за нас помолиться. Когда он начал за нас молиться, мне было неудобно, если честно, уйти, я почувствовала тот дух, который присутствует от его молитв, это был не святой дух, он просил, чтобы святой дух сошёл на нас, и агонии, эти протестантские горячие молитвы, а я почувствовала холод во всём теле, холод и страх. Я стояла и молилась, Господи, спаси, Господи, помоги, не дай мне этому духу коснуться меня, не было страшно, мне было холм, у меня руки заледенели, онемели от этого духа. Я ушла потом, я в ней написала сообщение, я сказала всё, сначала я как-то стеснялась всё говорить, но я ей сказала всё в этом сообщении, всё, что я почувствовала, вы что, на иных языках, вот это всё, колоритно была эта вся молитва. Меня сначала порадовало то, что моя подруга сказала, ты знаешь, да, я вот чувствую иногда, что как-то, может быть, что-то не то, и она мне говорит, давай поедем с тобой в монастырь вот туда, я же ей рассказываю, я хочу посмотреть вот, как вы. Я договорилась с матушкой на встречу, всё, мы приехали, она поговорила с матушкой, и после этого всё, она не поняла, её не коснулось, то есть Господь, видимо, её не открыл ей. Это мирской дух абсолютно. Они исповедуют нашу, почему мы ратуем православие, ратуем за то, чтобы держаться пути древнего, почему мы держимся за этих отцов, да, за этих, вот, за эти предания, за всех. Почему мы это ценим? Там другой дух совершенно. Там, во-первых, мир был другой, вот, там мир был приближен к Богу. Ну, знаешь, как это отдаление, откуда началось? Адам с Емой были изгнаны из рая, да. Вот они ещё тогда имели, даже будучи изгнаны на землю, они были в общении, всё равно оставались с Богом в прямом общении. Вот. Потом родились у них Каин и Авель, да, они тоже приносили жертвы, были в прямом общении. Помнишь, как они, как Господь с ними говорил, вот, к тому же Каину, если, говорит, греха не делаешь, то почему глаз не поднимаешь? Или когда он у него спрашивает, к примеру, где брат твой, а он говорит, что я сторож брату своему. К примеру, прямой диалог с Богом. Это не то, что вот мы сегодня в духе с Богом говорим, а в сердце нашем. Возьмём Ноя, вот, даже после потопа, всё равно оставалось вот это общение с Господом. Оно продолжалось для определённого какого-то времени. Ну, не знаю, когда уже прошло вот это, вот, может быть, 200 лет назад, может быть, 300 лет назад, когда люди уже перестали совсем говорить. Ещё Серафим Саровский говорил напрямую с Богом, общение у него было, вот, буквально, ну, наш вот предок 200 лет назад, да? Вот. И мы подошли к чему? Покуда не будет забран удерживающий. Дух Святой с земли забирается постепенно. То есть не сразу он будет забран, а по мере охлаждения любви в людях. То есть чем больше мир охладевает, тем меньше становится Духа Святого, тем меньше общение становится с Господом у людей, тем меньше люди ощущают Бога. Вот. И, конечно же, это когда-то пройдёт. И я о чём говорю? Вот за что мы держимся. За тех людей, которые имели прямое общение с Господом, которые напрямую. Для нас это огромная ценность. А то, что у них вот это всё новое, да? Их толкование новое. Ну, вот о чём ты сейчас говоришь, эти очень прекрасно понимают. Вот об этом, когда ты говоришь, об этом холоде. Да их любого проповедника, даже самого вот искреннего, самого вот такого, ну, как бы, близкого, можно сказать, Богу, да? И плачет он там, и всё. Но слушаешь, а вот этот вот холод, он всё равно обжигает тебя. Нет, всё это новое. Всё это не наше. Всё это от лукового. Вот. И почувствовать это человеку очень тяжело. Если он, мирской человек, конечно, он этого не почувствует. Если он увлечён заботами мира сего. Вот. Наша вера, наша вера православная, это отвергность мира и себя отвергность. Вот. Всё. Возьми кресло и следуй за Господом. Да. И ты понимаешь, что многие сейчас уходят из православия, потому что тяжело. И не хотят. Вот я разговариваю с подружкой. Вроде, да, она ищет, тянется, но её не пускает. Вот тот дух, который с ней находится, он её не пускает к православию. Хотя я вижу, она искренне ищет. Потому что тяжело. Я с мужем её разговаривала, он говорит, да, хорошие у вас проповедники, проповеди там, да, хорошие, но, говорит, вот уровень вот так, а я хочу выше. Он же не понимает, что есть прелесть, да, что вот мы должны смирение есть. А он всё, он говорит, я хочу выше. Вот он хочет общаться с Богом уже напрямую, как вот Адам. Общался, слышать голос, исцелять людей, ходить, вот эта вот гордость. А я ему сказала, говорю, так посмотри, у тебя какая гордыня. Что ты хочешь, как, год назад, так сказать, покаялся человек, уже хочет ходить и исцелять людей. У нас понимание-то обратное совершенно. Сегодня школы нет, у нас сегодня день независимости, и у нас сегодня дети дома. Вот опять же оставила детей на айпад, так не разрешаю, а чтобы время было поговорить, приходится. Потому что всё уже есть, всякая есть привычка, уже им неинтересны велосипеды там. То есть они как бы играют между собой, игрушки, что-то там, читают книжки, но это буквально вот некоторое время и всё. Им интересно их тянет. Да никуда не денешься, никуда ты от этого не денешься, конечно. В разумных целях можно допускать, но потому что сейчас ты в школе, ну кто-то, и кто запретит-то ему. И они, если в школе преподают, и если они занимаются с этими вещами, это уходить куда-то. Ну, уходить так хочется, если честно, куда-то уйти. Желание сильное, желание сильное, как бы особенно вот одно время у меня была такая тяга прям уйти, но муж, конечно, нет. Да поздно, поздно уже уходить. У тебя сколько детям лет? Семь и пять. Видишь, это уже сформировавшиеся люди, уже со своим мышлением. Это надо еще уходить, когда дети только в планах, вот, чтобы самим сначала изменить мышление, вот, образ жизни изменить. А теперь ты уже чего? Единственное, то, что вот, ну, научить их, может быть, любви только, знаешь, вот, любить друг друга. Вот, чего, в силах мы сделать, да? Вот, а оградить от мира не никак. Если смотришь это, ну, вот, Игнатихич там потеряев, когда вот у них, понимаешь, они в этой потеряевке, да, они там потерялись, они живут отдельно от цивилизации, но, тем не менее, они вырастают, ну, 14-15 лет, и все, они рвутся туда, дайте мы в город, мы хотим в город. А потому что, да, окунается человек, и соблазны его просто, как волной вот этой вот, подхватывают, и все, и начинают нести по миру. Конечно, человеку хочется вот этого всего нового. У нас, мы устроены так, и Господь нас за это не будет наказывать, что нам хочется все исследовать, все на себе испробовать, да? Мы по природе такие. У меня матушка благословила, чтобы я с детьми приезжала, ну, на пару дней в монастырь. Вот мы уже два раза были, и ты знаешь, вот когда я нахожусь в монастыре, благодать, дух какой-то там, напитываешься всем этим, все, возвращаться не хочется в мир. И мысли другие, вот сейчас вернусь в мир, вот сейчас вот так, вот так все сделаю по-другому, знаешь, все исправлю. Ну, конечно, возвращаешься в мир, дух мира тебя захватывает, и уже и забываешь, уже и как-то вроде все нормально, и не хочется ничего менять. Как все-таки чувствуется вот эта вот разница, когда ты находишься в Божьем месте, где люди, да, вот какой дух там, и когда ты возвращаешься в мир. И на самом деле эту разницу ты чувствуешь, ты видишь, ты понимаешь, но что-то изменить, даже вот с собой, в себе, это очень тяжело. знаешь, что я хочу сказать, в плане спасения, допустим, кто перед Богом, ну, все равно есть, конечно, вот такая иерархия, разделение перед Господом, все равно кто-то выше, кто-то ниже, это не потому, что мы возвышаемся друг над другом, но все равно по делам Господь будет судить. Вот в монастыре, где они находятся, им легко спасаться, понимаешь, им легко спасаться, ты попробуй спасись в миру, вот, пройди через эти все искушения, и выстои, и останься человеком, исполняющим заповеди, любящим Господа, вот где трудности. Вот поэтому я думаю, что люди, которые стремятся спасаться в миру, они в раю будут не последнее место, я думаю, занимать Господу. Даже, да, было такое у меня тоже понимание, потому что, как говорится, кому больше дается, прощается, да, тот и более благодарный, и так вот думаешь, Господи, вот, ну, все равно столько решишь, столько всего делаешь за один день даже. Потом вот понимаешь, все, каешься, и думаешь, Господи, ну, ты же видишь мои старания, ну, ты же видишь, я на самом деле стараюсь, я хочу, я осознаю, но я без тебя не могу, без твоей помощи измениться, ничего в себе, все равно это захватывает, это плохое. Вот, и понимание приходит, ну, Господь-то видит, что ты на самом деле хочешь, ты на самом деле стараешься. это уже как бы, как Осипов говорил, кажется, Осипов, или какой-то проповедник другой, что, представьте, убийца, которых хочет убить тот человек, а он убил только одного, то есть какая у него, как он себя борол, да, чтобы у него было желание растерзать сто человек, а убил одного. Это уже перед Господом, то есть, что он старал, да, он убил, но какое он над собой сделал усилие, понимая того, что, и вот это вот у меня стоит, что да, грешу, да, грешу, да, вот мы грешим, но ведь Господь видит, это все равно наше желание, старание, какое-то усилие, да, мы не можем стать, вот, безгрешными, оно будет нас, этот грех, конечно, нас мучить, нас там, соплоснять, мы будем падать, но главное ведь путь, что мы стараемся, мы идем, и... Дух мира всего еще, понимаешь, как я вот вспоминаю, 30 лет назад, ну, даже 20 лет назад, как, ну, не так сложно было жить-то, и спасаться христианам, потому что искушений не так было много, вот я вчера, опять же, вчера едем, машину навезут, говорю, вот по поводу соблазна, вот эти, я говорю, ну, посмотри, ну, женщина, раньше мужчина, там, парень с девушкой знакомились, ему надо было там, я не знаю, каких усилий приложить, чтобы там завоевать ее сердце, да, чтобы... А сегодня, посмотри, они, они каждый день меняются, дружко, почему вот, а оно же в Америке вот сейчас, да и у нас, в России растет вот этих гомосексуалистов, рост такой огромный, массово просто, там сотни тысяч, миллионы уже, ходуги разжигаются из-за того, что не видят интереса, вот, в противоположном поле, женщину найти себя, может, две-три на сегодня, труда-то не составляет никакого, вот, то же самое с едой, то же самое с одеждой, да, собирались всей семьей на стиральную машинку, там, я не знаю, родители там помогали, его купили стиральную машинку, там, счастье неимоверное, люди до потолка прыгают, а сегодня, что они вещи приносят, что ли, вот это удовлетворение, конечно, это люди с ума, с ума уже сходят, человеку надо чего-то постоянно, ему чего-то надо, а от того, что надо, не получает удовлетворение, поэтому вот дух мира, он, видишь, как, почему, опять же, возвращаемся к православию, почему, почему православие учить, не к нестяжательности ведет Господь, отвернись его, оставься, потому что главное пребывать в этом духе, нам, когда приходит смерть, уже, знаешь, вот человек, привыкший к стяжанию, ну, как ему умирать, ну, ты представляешь, у него, да, у него две машины шикарные такие, у него жена красивая, у него там, я не знаю, в нескольких банках там, по всему миру, ну, живи только, и помнишь, этот фильм, Бальзаминов, он говорит, да, жена богатая, там, денег на 300 лет хватит, а ему мать говорит, да, дурень, ты что, 300 лет собрался жить, а он говорит, да, а что, при хорошей жизни, не пожить, что не пожить 300 лет, да, и тут, представляешь, человеку умирать, смерть подходит, как расставаться с этой жизнью, вот, а они же говорят, я им это верю, знаешь, то, что вот эти вот привидения, души, которые, которые, ну, Господь оторвать даже не будет, наверное, бесы не могут отсюда вырвать, что они цепляются, вот, за эту землю, понимаешь, вот, а что, а православный, ему ничего, ему ничего не надо, дали, о, хорошо, отняли, слава богу, и за это, противоположные, да, у них, может быть, не у всех, не буду говорить, как бы у всех, там же тоже тысячи этих сект, десятки тысяч, у них, да, что, если ты с Богом, Господь тебе дает благословение, сейчас в этой жизни ты не болеешь, у тебя все с избытком, и вот муж моей подружки, он верит в то, что у них все будет хорошо, Господь их, он не работает, Господь все им даст и так, вот, хотя, с другой стороны, как-то, да, у них постоянно откуда-то приходит помощь, но подружка, она как-то вот, немножко по-другому, она все-таки, ну, вот мы с ней, когда раньше общались плотно, я там, говорила, как у нас, и, ну, как бы не навязчиво, просто рассказывала там, что-то такое о себе, и она приходила, как ощущение, что вот нестяжательство, да, что да, это необходимо, что нужно отказываться от мирского, ну, видишь, там же тоже влияние вот ему уже, и с кем они общаются, там и играют все ее тоже, она бы, может быть, если бы не было вокруг ее столько, таких протестантов, которые ее тянут обратно, она, возможно, с Божьей помощью перешла бы в православие, она только пытается, а ее обратно. А о смерти, вот, как они, они рассуждают вообще, о смерти говорят они? не то, что умирать надо, что как-то так вот, жить не вечно не нужно. не, ну, да, так же, в принципе, такое же понятие, я думаю, как и у нас. Есть понятие, понимаешь, но у нас в православии, это как бы является таким фундаментом, что мы здесь, как бы это всего лишь переходный этап, но барьер такой, который нам надо перешагнуть и идти дальше, вот, то есть мы не рассуждаем об этой жизни, то, что там нам здоровыми, нам успешными, там быть в этой жизни, мы об этом совершенно не размышляем, как дают, Господь, слава Богу, благослови, что мне дал болезнь, слава тебе Боже, значит надо за это, они же вот пишут мне письма, а они на меня там, я не знаю, уже орать начинают, во-первых, потому что я назвал свой канал «Парализован во славу Христа», они говорят, да ты как, как ты смеешь вообще называться ради Христа, потому что Господь исцеляет, призывает нас исцелять, я говорю, да вы что, ребята, я вообще не вижу, где в Евангелии Господь призывает, мне кажется, наоборот, там призыв только вот к этому, к терпению скорбеть, нам Господь личным своим опытом показал, как надо жить, что он прошел всю свою жизнь, не имея двух одежд, и не зная, где головы преклонить ему, не зная, чего есть, пить ему, и смертью, я не знаю, последнего там, каторжника или преступника умер, вот муж претерпевший скорби и болезни, да, что это за муж такой, претерпевший вот эти страдания, к нему ученики, помнишь, подходят у колодца, когда он с этой самарянкой, они рове, будет, поешь, ну, как видимо, он не ел ничего, а еде, даже человек, понимаешь, кое-то, он о еде не помнит, они принесли там фиников, или не знаю, чего ему, смог, вы его, поешь, а он, вы не знаете, пищевая, он, понимаешь, у нас земной пищи, даже не помнит о ней, у него одна цель, устремленная, туда, к отцу, мы до пори будут с вами, ты слышишь, как тяжело ему было, вот, томиться, вот, в этой телесной храме, как ему охота было вырваться, и уйти, такой же человек точно был, дух божий был, в нем, вот, и у нас должны быть те же чувствования, как его крести Иисусе, я не знаю, как, ну, как кто, я за себя, я не могу, потому что, отпустите меня, я бы, я бы, а потом кричать, отпустите, отпустите меня, я не могу больше, вот, из этого, тела, я ничего, не ненавижу его, там, не продлинаю свое тело, ну, достойнее своего тела, может быть, такого, вот, я не хочу в нем быть, ну, такое желание. Да, бывает такое желание, у меня бывает, только дети, как бы, я, Господа, прошу о продлении моих, дней, за детей, все еще маленькие, тем более, здесь, ну, мы вообще, как бы, одни только брат у моего мужа, ну, брат с женой. В этом вера наша, другой мы верой, я не представляю, я вот нахожу, когда человек в интернете, даже, знаешь, или приходят какие-то люди, которые, есть здоровые люди, совершенно, ну, то есть, он здоровый, вроде, достаточно в жизни своей, а он говорит, я не могу, я тоже, я не могу вообще, отпустите меня, если хочется обнять этого человека, божа, ты понимаешь меня, знаешь, как хорошо, когда находишь вот таких вот людей, которые, с которыми в одном духе, не уходить никуда не хочется. И вот это вот я нашла в монастыре Иоанна Крестителя, что чувствуется, что вот нашел людей, ну, по духу, по духу, что не один, потому что вообще вот, получается, четыре года где-то я, как я стала познавать Бога, и, ну, была одна, говорю, вот подруга протестантка, другая, есть у меня православная, ну, как бы, ну, у нее там свои понятия, что-то тоже, и как-то вот я как-то одна, одна, и мне было тяжело, мне было очень тяжело, поэтому вот я интернет смотрела, что-то изучала, что-то смотрела. Говорить об этом вроде не хочется, потому что это, как бы, такое надменное чувство, знаешь, считать себя, там, выше, круче других, вот, избранным каким-то. И получается так, ты понимаешь, что есть люди, которые от начала, от начала своей жизни, они не понимают, зачем они здесь вообще находятся, то есть они постоянно находятся в каком-то поиске, поиске какой-то правды, истинной, я не знаю чего, вот, и в конце концов находят ее именно в православии. Это невозможно, приобрести вот это вот чувство, вот, опять же, назваться православным, да, а что-то же православное, что-то у вас вот там, эти дядьки наряженные какие-то со свечками ходят, понимаешь, люди-то, они же сектанты, видят в этом православии. Но у нас другое православие, у нас православие в том, что дух рвется к Богу, который кричит в этой телесной храме, не ты знаешь, я вот с 14 лет, ну, тогда еще, восьмидесят, начало 80-х годов, тогда вот, ну, еще и СССР все было, и он был такой, у нас движение начиналось, хиппи, панки, там, все такое, и вот мы с другом, с одним панковали, панками были такие, ну, то есть, такие, знаешь, протестовали против вот этого миропорядка, у меня джинсы такие были, рваные, американские, я вот там все прогрессовал, и на коленках, там, слава КПСС, там, все такое, ну, все издевательство против коммунистической партии, на заднице сверху молоту себя там нарисовал, понимаешь, и вот мы ходили, как бы, такие живые знамена, вот, протестовали против этого строя, то есть, ну, мы тогда, конечно, обоих ничего не знали, ну, как не знали, относительно все, вот, хотелось, тогда Виктор Цой, понимаешь, у нас нашим кумиром был, вот, который призывал там к переменам, мы ждем перемен, вот, мы смотрели тогда, ориентир на Америку был, вот, то есть, а они еще, в принципе, и не знали ничего такого, что это, что это за Америка, но мы знали, что там свобода, вот, и мы стремились к этой свободе, конечно, когда уже в 90-е хапнули, и узнали, что такое Америка и свобода, уже заберите, подальше от нас не надо, нам не надо этой свободы, вот, конечно, она видит, что ее свободу обретаешь только во Христе, а тут еще оказалось, что не просто во Христе, а в православии, в православном Христе, Христы-то разные бывают, ну, промысел, вот, оказывается, видишь, что, кому суждено, кому не суждено, не знаешь, что там проклинать, да, в ад всех отправлять, но, оказывается, есть Божие, есть не Божие. Ой, Сергей, знаешь, я говорю, я иногда думаю, говорю, Господи, ведь ты же меня вытащил из такого сумасшествия, да, и что, раз ты меня вытащил, раз ты мне показал путь, раз ты мне дал духовную семью, это значит, на мне такая ответственность перед тобою, ведь мог же меня, да, вот и, ну, оставить, и все, и упала бы я, и не встала, и где бы я оказалась. Столько было, Сережа, столько, вот, я размышляю, было сначала протестантизм, потом и с монахом-католиком я общалась одно время так плотно, аскет, вот, потом, значит, вот, вроде православия, но, опять же, появились там такие-то, такие-то там, в интернете друзья, тоже куда-то вот начала вести, и слава Богу, что опыт такой есть, потому что, когда будут времена тяжелые, когда, да, вот будет, уже, уже есть опыт, уже можно различать дух, уже что-то видеть, и, наверное, не подастся, дай Бог, конечно. Даже отойти вот сейчас одним, одиночкой таким стать, я люблю, как брат один говорит, Господь вот, именно вот таких вот одиночек, которые, или как это Дмитрий говорит, да, одиночек собирает, по миру, вот эти свои, которые вне динаминации. Ну, а шутку я и говорю, ну, что такое динаминация, это, выясните мне, я лежу тут вот на койке, 16 лет, какая я динаминация, я вообще не присутствую, и там ни на каких богослужениях, я не знаю, что такое, и близко не знаю об этом, ну, почему вот это вот, да и вообще православие, я исповедую не вот эти вот богослужения, хотя я не против них, вот, я исповедую учения, именно учения, в котором человеку находиться, спасаться, ну, можно сказать, комфортно. Ну, я так же, ты знаешь, я же, ну, на арабском идут службы, да, я понимаю, что сейчас там такая молитва, сейчас такая, которая знаю на русском, я, конечно, молюсь, ну, то есть, в основном я вот стою и хлопаю глазами, да, как бы, я не участвую прям вот, что, я молюсь вместе с ними, каждое слово, каждую молитву, в основном, когда еще дети с тобой, там, на детей половину времени отвлекаешься, и, как бы, с другой стороны, ну, есть такое, вот, я вот не так-то неправильно сделала, ну, что-то вот еще, осознание такое идет, что вот, наверное, надо, а потом, да нет, не в этом же, ну, как бы. Для чего цель собрания, вот, под, допустим, под сводами храма, да, люди собирались раньше, еще возьмем первую церковь, первоапостольскую, для чего вот эти собрания, для того, чтобы Господа прославить, причаститься плоти и крови его, для этого люди, конечно, нужны вот, харизматичные, вот такие личности, ну, которых сегодня в протестантизме много, а отчего их много, вот, почему у нас, в православии, я же говорил, сейчас, ну, Осипов там, Смирнов, сейчас вот они умрут, да, и кто кого, кого там слушать, я не знаю, говорит, совершенно некому, а ты представляешь, когда мы останемся совершенно, в малом количестве, когда весь мир над нами смеяться будет, вот будет испытание, кому удержаться там, например, сейчас давления еще нет, вот, от тех же протестантов, но они как бы посмеиваются над православными, вот, но тогда будет и от мира давление, и от протестантов, они будут смеяться, они мир будут гнать, а эти будут смеяться, понимаешь, ты попробуй, удержись там. про причастие, тоже тема такая, да, постоянно обсуждается в интернете, высмеивается некоторыми людьми, у меня сын, у него были проблемы, он, ну, не все ест, психологически у него такой комплекс, он не ест все, определенную еду только, и мы его крестили, ему было два года, и он причастился, после крещения, конечно же, и все, это было единственное, вот его первое, последнее причастие, до, сейчас ему пять лет, то есть, три года он ходил, ну, как ходил, церковь, я убрал с собой, подходил к священнику, он закрывал рот, отворачивался, и не принимал причастие, но я смирилась, я знала, что он, потому что, ну, не будет есть то, что он не знает, это даже вот просто в еде такое, он даже шоколадку не каждую съест, и когда, опять же, Господь привел меня в этот монастырь, да, вот мы стали ходить, посещать службы, батюшка валился за сына, буквально три воскресенья назад, сестры всегда разговаривали с моим сыном, что надо причаститься, надо там открыть рот, это вот тело Христова, и я, значит, мы подходим к причастию, я всегда сына на руках, ну, брала и подходила, а тут, как бы он идет впереди, дочь моя, она причащается, и сын за ней, и мы, и все сразу так вот смотрят, все сестры, они, значит, так внимательно смотрят, что, ну, причаститься или нет, и сын, значит, открывает рот, пробует, мы так все насторожили, потому что думали, может быть, он выплюнет, он сразу меняется в лице, он сразу, другой человек становится, он подходит, улыбается, ну, вот мы его отошли, значит, причастие, он улыбается и говорит, что сейчас Иисус во мне живет, в моем животике, по-детски, так я говорю, в твоем сердце, и он начинает улыбаться такой улыбкой, улыбкой чистой, искренней, у него радость, он ощущает, он это реально, я на него смотрю, я вижу, что он ощущает Иисуса, семья, Господа, и все, и после этого, как бы, он стал причащаться, и я вижу изменения, я сразу заметила изменения в своем сыне, и я, вот, это мне дало, опять же, осознание того, что, потому что все равно сомнения, конечно, они на это там бывают, подходят, и думаешь, и размышляешь что-то, но после этого случая, вот Господь моим, то, что Он меня привел в этот монастырь, Он все на корню, мои какие-то сомнения, мысли там, переживания, все разрушил, Он мне показал, православие, причастие, у твоего спасения. Дети – хороший индикатор вот правильности, правильности выбора. Ребенок, он не слукавит никогда, не обманет, ну, особенно вот такие, маленькие, до 7 лет, да, вот, ты видишь, они сатаной, еще со грехом, они не знакомы, в принципе, ну, есть какие-то, конечно, они обманывать уже могут, они лукавить могут, да, ну, а то, что в качестве выбора, если, то тут уже, извините, тут он, мне нравится или мне не нравится, или, как мы, может, сейчас едим какую-то неприятную пищу, мы, о, хорошая, да, вкусная, а ребенок же, он не скажет никогда, там, мне нравится, или вкусная, правильно. с иконами, вот, то же самое, у меня, ну, когда родился, вторую дочку, принесла его, первый раз, а у меня на потолке висит, такая большая, икона, круглая, ну, как в храмах, на сводах, знаешь, Христос такой, с Евангелием, вот, и у меня, понимаешь, и она первый раз с ним пришла, ну, сколько там ему, еще месяц, наверное, нету, и вот он, вот этими огромными, своими глазами синими, понимаешь, вот впялился, вот это, и улыбается, смотрит на него, и улыбается, вот, и, ну, я не знаю, минут пять, наверное, она уже начинает отходить, а он, знаешь, головой туда, вот, типа, дайте, я буду смотреть, вот, то есть, рядом люди, рядом люди, кругом стоят, а он смотрит на него, и как будто, знаешь, он увидел знакомого своего, как будто он недавно только с ним расстался, и теперь, вот, опять встретился, и, понимаешь, и вот, пока вот, я заметил, пока он не стал, ну, лукавить, когда вот дети начинают уже обманывать, там, все такое, вот, наверное, до года, может, до полутора лет, он приходил, и вот он смотрел, вот на этот потолок, на эту икону, как, вот, знаешь, на фотографию родного человека, понимаешь, как будто, как какая-то связь, вот, опять же, эти иконы, вот они попирают, там, все такое, есть связь, есть, конечно, во всем, вот эта вот невидимая духовная связь, через материю, что такое материя, мы вообще не знаем, что такое материя, она непосредственно с духом связана, это вот есть сейчас целая, ну, я не знаю, из этого тоже религию целую сделали, но оттуда можно взять умные вещи, хорошие, это вот по поводу таблицы Менделеева, в таблице Менделеева, вот элементы все выстроены, а есть такое, что говорят, оттуда убрали первый элемент, это эфир, то есть это тончайшее, тончайшее вещество, то есть когда дух переходит в материю, вот это как раз и называется эфиром, то есть сегодня вот интернет, допустим, волны, радиоволны, это вот есть волны именно эфирные, вот дальше уже начинается тонкая материя, вот в химии она и выражена, там вплоть, начиная там от рту, от жидкого металла, и переходя уже в грубые такие металлы, чувствуем себя как материю, да, вот, а материя очень тонко перетекает в духовную, вот, и этих грани мы их не знаем, отношения духовного и плотского, нельзя ничего убеждать, ей нечего отказываться, мы много всего такого, что мы не знаем. Это если сам человек не прочувствует, кому-то что-то убедить, рассказать будет, ну, бесполезно, я по себе знаю, потому что у меня тоже были и сомнения, и разные мысли, когда Господь не открывал, или это все духом понимало, все это, они уходят в сомнения, но это да, опять же, ну, невозможно кому-то объяснить и сказать, да, что ты чувствуешь и как, и почему, почему ты веришь, почему ты знаешь. кто-то идет к Господу, идет за ним, ну, видно таких людей, а кого-то, как меня, к примеру, он за уши тянет, понимаешь, то есть он сам за уши некоторых тянет, за шкирку тянет, кого-то за собой, потому что он понимает, что это дитя мое, ну, дети все разные, и как, знаешь, как в миру матери, как-то говорят, всегда жальче такого, у Бога, у Бога его больше всего и жалко такого, неудачника какого-то, знаешь, вот так и Господь своих. Наверное, так и есть, Некоторые, понимаешь, как говорят, что, ну, святость от начала, ну, человек не может, который не падал, такие грехи тяжелые, он не сможет, действительно, осознать вот эту связь духовную, вот это вот покаяние, вот это чувство покаяния, когда ты перед Господом ничем себя чувствуешь, когда Господь тебя вытаскивает вот из этой ямы, это же все прочувствует, как, например, сейчас говорят, да, не согрешишь, не покаешься, иногда, иногда-то это правильно, иногда вот, и попускает Господь, ну, да, Иов, он был чистым, да, от начала человеком, таким вот, ну, достойным, человеком был перед Богом, видишь, а все равно, сатанит, Господь попустил, а таким вот людям, как я, допустим, что мы сами лезем туда, Господь отпускает просто, лезешь и иди попробуй, вот, то есть, дает попробовать, и потом, из лап сатаны все равно забирает, а кого-то ты видишь, а кого-то и не забирает, людей, сколько погибает, вот такими смертями ужасными, смотришь, вот, повесился, о, у меня столько друзей, я не могу, я уже устал от этого, у меня один под поезд бросился, двое повесились, и эту убили, ну, человек семь, наверное, и вот такие вот, смерть, я говорю, господи, да как, ну, что же это вообще, для чего он жил-то тогда, я не понимаю, зачем это все было? Вот знаешь, Сереж, я же, ну, вот я знаю, это ощущение, да, когда вот, ощущение самоубийства, что ты хочешь, это сотворить с собой, это на самом деле, знаешь, тяжело, но вот только Господь, только Господь, Он вытаскивает, потому что бесы, они настолько завладевают твоим разумом, нереально, никуда, вот как в шлисофрении, когда какой-то кто-то с собой разговаривает, и разговаривает, это страшно, но это чувствуешь духовно, такая тяжесть, вот они не навалились на тебя, и все, и держат, и терзают, и терзают, меня спасло то, что я взмолилась Богу, я не знала Бога, для меня Бог был, это что-то там, энергия какая-то, да, я просто взмолилась, я говорю, Господи, ну ты вот, или помоги мне, или забери меня, сам, и Он начал мне помогать, и Он начал меня вести, но я взмолилась, я попросила, я обратилась к Нему, а если не обратилась, может быть, он бы мне допустил самоубийство, поэтому, видишь, может быть, эти люди, они просто, ну не обращаются, мы обращались, и ко мне человек один приходил, вот, ему, он подскользнулся, и упал, и под маршрутку, под колесо, и по голове проехал, и маршрутное такси, вот, и за месяц, до этого, до этого он приходил там, 10 лет лет сидел на убийство, ну, и пришел, вот, и говорит, хочу в монастырь поехать, вот, пожить там, ну, может быть, осознать, что-то такое, понимаешь, стремление-то было, стремление было к Богу, вот, и сатана, и сатана вот под маршрутку его засовывал, Господь-то попустил, ты видишь, в чем, в чем оно стремление-то выражается, оно тоже нам все это незнакомо, все это далеко от нас. Конечно, я часто задаюсь этим вопросом, ну, и ответ один, что только, вот, Господь все узнает, его воля, а что мы никогда этого не узнаем сейчас, только потом, при встрече. Вон, эту икону возьми, лестница, да, падает, ты посмотри, вот, на иконе, на этой старце изображенной, с бородами, с такими, говорит о том, что люди умудренны, это жизненным опытом, и падают с самых верхних ступеней. А всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, похвалия чести и славе явления Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью незреченную и преславную, достигая, наконец, веры вашего спасения души. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова